Всем привет! С вами канал Куд Ченнел. В этом выпуске я сделаю обзор трактора МТЗ-82А Беларусь. Сейчас остановлюсь, сделаю обзор внешнего вида трактора. Как всегда делаю обзор в игре Spin Tires. И в этом моде водителя за руль этого трактора не посадили. К нашему сожалению, к сожалению еще нельзя все-таки посмотреть салон данного трактора. Давайте пройдем небольшой тест-драйв для него. Данный трактор начали выпускать с 1974 года. А история его началась с 1970 года. Когда Советский Союз захотел, чтобы заводы разработали трактор мощностью 75-80 лошадиных сил. И одним из лучших разработчиков как раз является завод МТЗ Беларусь. Выпускается он еще по сей день. Только уже под маркой Беларусь-80, либо Беларусь-82. Очень много модификаций. Но в первую очередь он разрабатывался для того, чтобы пахать поля, спахивать поля, садить картошку, собирать урожай, орать на полях. Вот такая вот грязная черновая работа. И сразу же поняли, что можно установить на него различные части спецтехники, как для спашки поля, так и эксплуатировать в городских условиях. Например, очистка снега, перевозка грузов и так далее. Максимальную скорость данный трактор развивает до 30 км в час. И как уже в начале я сказал, что Советский Союз поставил задачу, чтобы двигатель был мощных 85 и 80 лошадиных сил. И две технификации данный трактор устанавливаются. Топливный бак у него стоит 130 литровый. О расходе топлива не могу вас сориентировать, потому что все зависит в первую очередь от нагрузки и сложности работ, проходимости бездорожья. Сейчас хочу поездить, небольшой тест-драйвом сделать, погрызи здесь бездорожье. Вообще, насчитывается где-то более 230 агрегатов, которые устанавливаются на данный трактор. Себе специально я установил для чистки снега, либо грязи. Сейчас могу продемонстрировать я работу. Сейчас специально хочу его опустить. Вот, опустим полностью. Вот так вот. Посмотрим, будет ли у меня она убирать. Это полноприводные трактора. У моей модели есть лебедка. Ну, не у всех тракторов будет лебедка установлена, но большинство. Ну, к сожалению, грязь что-то я не собираю. Плохо установил, но мне же что-то не хотелось у меня устанавливаться. Надо еще раз попробовать. Продолжим тест-драйв. О его плюсах и минусах данного трактора. В первую очередь, фермеры ценят, что он не дорогой в эксплуатации при поломке. У него, в большинстве, дешевые. Довольно проходимый. И вот это его самое главное преимущество над аналогами с Европой и в других участках земли. Очень популярен в таких участках земного шара, как Азия, Латинская Америка. В общем, в странах, где денег очень много нету, и его заказывают, чтобы у себя пахать поля. Недостатки. Ну, отмечается с недостатком то, что если на большую... На большие участки земли, то он, в принципе, их не может вытянуть, потому что шестая передача у него плохо работает. Вот на это вот жалуются, в принципе. Ну, и чтобы большие участки поля ему тяжело сплоходить. Такие, как 80 гектаров. Вот что отмечается. На этом буду завершать свой обзор. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем пока.